Этот дом, украшенный раковинами, считался самым старым в Воронеже. Одна из раковин сохранилась с жемчужиной. Потом историки доказали, что нет, вот это здание по адресу переулок Фабрично-10 было построено раньше. Дом Горденина возведен в стиле барокко между 1768-1773 годами. Воронежцы действительно рисковали потерять это историческое наследие. Дом несколько раз горел, и в годы войны были у него еще те приключения. Но уцелел и, кажется, воскреснет чуть ли не в первоначальном виде. Он неоднократно горел. Почему-то люди, скажем, нетрадиционных всяких вот этих взглядов на жизнь поднимали полы. Они искали там какие-то богатства. Хотя столько лет уже там жили люди, естественно, там ничего нет. То есть изнутри дом разрушен. Но мы будем очень надеяться на то, что вот сейчас принято решение его восстановить. Здесь собираются сделать еще один музей Петра Первого. У нас в Воронеже их уже будет несколько. Но и слава богу, потому что дом старожил, дом не сдается. И я думаю, он вполне заслуживает того, чтобы его грамотно реставрировали. Этот дом служил укрытием для воронежцев во время Великой Отечественной. Под его толстыми стенами в подвалах от бомбежек спасались люди. Я нашла информацию о том, что там во время бомбежек скрывались наши люди во время Отечественной войны. И когда фашисты начали выселять из Воронежа население, очень многие прятались там до последнего. И даже рассказывали мне старожилы, что есть такая легенда в Воронеже, что когда наши сбили фашистский самолет, он упал на крышу дома. Крыша выдержала. Потап Гординин был известный мануфактурщик, фабрикант. Потомки богатейшего человека Воронежа продолжить его дело не смогли. В скором времени разорились и усадьбу продали. И поэтому все производственные помещения и жилые в том числе ушли под разные нужды. Вот это был центр благотворительности. Здесь была больница, здесь был мужской приют, здесь был дом инвалидов. То есть все, что касается благотворительных целей, дом этому служил. Дом Гординина – это сохранившийся образец провинциальной купеческой застройки первой половины 18 века. Это был полутораэтажный дом, сейчас культурный слой съел нижний этаж. Здание, признанное объектом культурного наследия, находится на охране. На государственной охране оно с 1926 года. Но это не помешало дом сделать жилым. Люди отсюда переехали в 2016 году. И с тех пор постройка стояла без дела, привлекая на беду свою маргиналов. Вообще вот эта вся территория, где мы находимся, это своеобразный исторический заповедник. И еще в 90-х годах шла речь о том, чтобы сделать здесь большой музейный комплекс. Все постройки купцев Гордининах облагородить и сделать вот такой музей на открытом воздухе. Кажется, время прошло недаром. Спустя 30 лет мечта станет реальностью. И дом действительно засияет новыми красками. Став еще одним культурным местом для воронежцев. В ходе восстановительных работ будут заменены инженерные системы. Пожарная сигнализация, канализация, водоснабжение. Здание вернут его исторический вид. Будет благоустроена прилегающая территория. Максимальная стоимость работ – 126 миллионов.